Друзья, я приветствую вас всех! Меня зовут Сергей, я приехал из Калуги сегодня к вам специально на малую группу на вашу. И со мной приехали мои друзья, жена Диана и друзья мои Влад и Настя, они также из нашей церкви из Калужской. Я очень рад тому, что именно вот эта тема сегодня у вас звучит. И меня попросили, чтобы я чуть-чуть поделился из нашего опыта, из Слова Божьего тем, как вообще малые группы живут и как они могут развиваться. У нас вот сегодня такая будет самая небольшая темка для размышления – жизнь церкви в малых группах. И хотелось бы начать с того, что всех вас сначала спросить, такой вопрос задать вам. Вот уже в предыдущем ролике там такое звучало заявление о том, что сам Христос, сам Иисус начал служение в домашней группе. А как вы себе можете это доказать вообще? Есть примеры, чтобы Христос где-то в домашней группе когда-то там где-то собирался? Двенадцать учеников – малая группа. Да, постоянно, конечно. Но мне всегда приводится пример такой, знаете, вот интересный. Когда был человек один, жил на земле, был один у него недостаток, роста невеликого. Зато у него любопытство превозносилось над ростом, да? И вы помните, он там полез на смоковницу. Для чего? Не помните, какой у него был, какая была цель у него? Увидеть Христа. Что? Кого увидеть? Христа он хотел увидеть. Ему было очень любопытно. Он хотел видеть Иисуса. И когда Иисус увидел его на смоковнице, он сказал «Закхей, слезай скорее, мне нужно быть сегодня у тебя в доме». И что интересно, что вот в том самом доме, в котором они собрались тогда, не только Закхей, но и все его друзья, знакомые, пред всеми произошло удивительное чудо – превращение этого Закхея из мытаря и грешника, который там всех, кого только можно было обворовать и обидеть, он обидел, да? Превращается он в настоящего преобразившегося, впокаившегося христианина, который не только на словах выразил свое сожаление о грехах, но и действиями своими дальнейшими доказал, что Христос – Спаситель, и Спасение Дому тому пришло. Знаете, для меня это очень важный текст. Почему? Не потому, что я еще в воскресных классах преподавал в свое время, или потому, что это у всех на устах, а потому, что он нам демонстрирует то, где, как правило, происходит основная наша с вами встреча со Христом. Я очень благодарен Богу за свидетельство Лены, потому что она нам сказала сейчас важную очень истину. В контексте домашней группы слышится Евангелие. В контексте домашней группы появляется новая семья. В контексте домашней группы появляются люди, с которыми мы с вами можем познакомиться, пообщаться. И вы знаете, давайте просто сейчас пока на минуточку оставим размышления о церкви и просто возьмем просто обыкновенные человеческие взаимоотношения. Где с друзьями нашими мы любим проводить время? Ну, понятно, какие-нибудь публичные мероприятия и так далее, куда сейчас молодежь ходит, но если это действительно близкий друг или подруга, оно рано или поздно по-любому закончится где-то в доме, правильно? Или у нее, или у тебя. Это однозначно так. Мы в дом впускаем тех, которые нам не безразличны, те, которых мы хотим сделать близкими, родными для нас. И поэтому мне сегодня хотелось бы вместе с вами поразмышлять вот именно о домашних таких вот группах, которые мы можем иметь в церкви. Но начнем мы все очень просто и принцип движения будет простой. Сначала мы поговорим об Иисусе Христе и его примере. Потом мы с вами увидим новозаветную церковь с ее принципами, с ее жизнью. А потом постараемся все это примерить на себя. Вы не против? Один человек не против. Остальные решили над нами посмеяться. Ничего страшного, мы будем двигаться вперед, нам не стыдно. Жизнь церкви в домашних группах. И первое, что я тут попробую сейчас воспользоваться... Не знаю, работает это, нет? Штука пошла, да? Посмотрите, значит, вот мы смотрим на Иисуса Христа. Самая большая сфера влияния, в которой Иисус Христос оказывал на людей, как бы своей проповедью, своим служением, это была сфера людей, народа, которые были в Израиле. Они жили там, он посещал, как мы с вами знаем, Христос сам по себе немного посетил мест. То есть его сфера или география его движения по земле физически, она не была большой. Это была максимум Палестина, близлежащие окружающие районы и все. Но всегда было большое массовое скопление людей. Как вы думаете, сколько было людей, ну, назовем так, в церкви Иисуса Христа, когда Он был на земле? Вот этих людей, которые постоянно были с Ним? Ну, когда кормил 5 тысяч, да? Когда его брали уже воины, то ни одного не осталось, да? Тут мы понимаем, что сильно очень большие были вот эти флуктуации по количеству людей. Но кто из них был качественно учениками, мы должны с вами понимать, не весь тот народ, которым он виделся, да? Народ, это была сфера его деятельности. Но дальше, если мы с вами будем двигаться, то были люди, которые следовали за Ним, непосредственно ходили вместе с Ним. Это было уже не такое большое количество людей, как в народе, да? Но, может быть, это были сотни, может быть, это были тысячи. Мы точно не можем сказать. Но если мы будем говорить о качестве этого состава людей, то это люди были, которые интересовались тем, что говорил Христос. Им было интересно. Но это все равно очень большая группа. И эти люди, как правило, друг друга не знали. Они могли меняться от региона к региону. И это было, знаете, такое вот, ну, непостоянное совершенно общество. Но дальше появляются ученики. И мы с вами такое слышали. Понятие людей, с которыми работал Иисус Христос. Так вот, ученики – это уже порядка 120, может быть, 500 человек. Откуда я эти цифры беру, как вы думаете? Ну, это просто с головы, с потолка они у меня упали? Или это такие цифры все-таки фигурируют? Да. Если мы говорим о 500, то Иисус по воскресенье своем, помните, явился более чем 500 братьев, написано, да? И когда они были единодушно вместе и ждали сошествия Духа Святого, говорят, что в горнице где-то их было порядка 120 человек. Ну, вот не в горнице, а в этом доме, да, в котором они находились. То есть, вот откуда мы берем порядок этих цифр. Возможно, было больше, мы не знаем. Но это были ученики. Кто это такие? Это те, которые не только интересовались Христом, но они уже поняли саму суть Евангелия и приняли ее. Следующая категория людей, с которыми работал Иисус Христа, Христос, это были апостолы. И вот, посмотрите, чем меньше становится категория людей, чем меньше их количество, мы с вами знаем, апостолов он избрал 12, и об этом мы можем прочитать. Есть специальный текст, который об этом говорит. Вот. Мы с вами можем увидеть, что чем меньше категория людей, тем больше времени уделял Христос работе с ними. Вы посмотрите, как интенсивно увеличивается время встреч, время общения, время, которое он посвящает научению, какому-то, может быть, иногда даже обличению их, или назиданию. Мы знаем, что и трудился он больше именно с той категорией людей, которые у него были непосредственно вот в учениках или в апостолах. И даже среди апостолов есть еще более узкая категория людей, которую мы часто с вами видим. Это трое учеников, самых близких к Иисусу Христу, это Петр, Иоанн и Яков. И с ними, мы с вами знаем, он тратит те самые драгоценные мгновения, в которые вкладывает всю свою, можно сказать, земную надежду на продолжение своего служения. Заметьте, что народ для него не был таким вдохновением, что все продолжится. Он любил народ, он любил людей и любит людей, и любит этот мир. Но основная надежда Христа увеличивается, чем ближе мы подходим к контексту все-таки малой группы, какого-то маленького количества людей, в которых он себя вкладывал. С кем работал Христос? Вот если говорить о людях, какие категории людей мы с вами можем увидеть в работе с Христом? И заметьте, что здесь вот ключевой аспект, я говорю, влияние. Вы видите, влияние Христа увеличивается, чем ближе мы подходим к малой группе. Это, кстати, для нас очень будет важный момент влияния христианина. Оно не может быть всеохватным. Мы не можем каждый из нас охватить весь мир, но мы можем повлиять на тех, которые рядом с нами. И это очень важно. С кем работал Иисус? Если мы посмотрим на Его служение, то мы удивимся. Он был универсальным другом. Он был универсальным в плане общения с человеком. Для Него не было проблем общаться на разных совершенно уровнях. Если мы говорим, например, о неверующих людях, с которыми он работал, то неверующие примеры, кстати, примеры встречи с неверующими людьми, как он с ними работал. Ну, все приводят сразу же пример Самарянки, того же самого упомянутого Закхея, даже Никодима, который вроде бы казалось уже был верующеватый такой, да, но не до конца понимал вообще, о чем там говорится. Так вот, вопрос весь вот в чем заключается. Помните ли вы хоть один пример из Писания, когда Иисус Христос, встречаясь с кем-либо, с кем бы то ни было вообще, чтобы начинал он разговор, предположим, о чем-то таком оземном, а заканчивал он какими-то переживаниями, там, поэтическими, социальными, чтобы разговор его заканчивался, в общем, недуховным выводом. Вы можете такой мне пример привести хотя бы один? Вы знаете, это для нас очень важный аспект. Дело в том, что практически каждая встреча Иисуса Христа начиналась очень абсолютно ненавязчиво и естественно, да. С одной стороны, там, у этой Самарянки он просит просто попить воды. Обыкновенная бытовая ситуация. Заканчивается чем? Заканчивается городом в целом, да, который пришел смотреть на Иисуса Христа. Надо было такой духовный вызов бросить, основываясь на просто взаимодействиях с водой, да, чтобы человек понял вообще все богатство, прекрасие, великолепие вот этого мира, который представляет в себе сам Господь, сидящий перед ним. Или Никодим тот же самый. Начинает просто с обыкновенного богословского спора. Для них это было нормальное, естественное явление богослов тогдашнего времени. Они собирались там, друг другу там, доказывали что-то и так далее. И вот тут вот человек, который испытывал максимальный такой интерес, подходит к Иисусу Христу и говорит, вот мы знаем, что ты учитель. Такой-то, такой-то, такой-то. Немножечко льстит ему. И дальше получает не в бровь, а в глаз. Такой вызов, который даже богослову тогдашнего времени было не по силам сглотнуть. Посмотрите, как на разных уровнях Христос умеет начать и закончить разговор духовным выводом. Это очень важно. Почему? Потому что никогда человек, уходящий с разговора или после встречи с Иисусом Христом, не оставался в смысле духовном пустым. Он всегда уходил с каким-то вызовом. Это очень важный для нас вопрос. Но Иисус Христос, помимо того, что работал с неверующим и бросал вот эти духовные вызовы, призывающие к Царству Небесному, он еще работал с необращенными людьми. То есть, те люди, которые уже обратились к нему, они от него тоже получали вызов. И вы знаете, если мы с вами посмотрим на примеры такого, то всякий раз, когда он кого-то исцелял или когда-то он каким-то образом помогал человеку, всегда он помогал этому человеку делать следующие шаги. И вы помните, одному он говорит, иди напрямую в храм и засвидетельствуй перед священниками о том, что сделал при тобой Господь. Другому он запрещает говорить некоторое время. Почему? Потому что знает, что сейчас ему пока рано открываться. Третьим он говорит наоборот, «Ты со мной не пойдешь, но ты останешься в этой стране, и пусть все увидят, как тебя Бог исцелил». Помните этот с Гадаринской бесноватый? У него всегда был определенный посыл для того, чтобы помочь человеку совершить вот эти первые шаги в его новой, только что получившей место жизни. Ну, конечно же, мы дальше двинемся к ученикам. Ученики Иисуса Христа имели от него огромный багаж. Помимо того, что они видели своими глазами, они еще очень много слышали назидания, Слова Божьего. И Нагорная проповедь яркий тому пример. Если вы внимательно почитаете 5, 6, 7 главу Матфея, вы увидите, с кем общается Иисус Христос в Нагорной проповеди. Это, как правило, вот этот широкий круг учеников, с которыми он общается. Он там переключает иногда тему с более узкого на более широкий круг. Но вы это можете видеть. Проповедь имеет назидание относительно шагов жизни, относительно того, как нужно жить. Ну, и последний момент, с кем работал Христос, это делатели или служители. Это было его целью. Помните, когда он говорит и призывает каждого из своих учеников, апостолов собирает, как он их призывал? Вы помните, вообще нет? Опа, вообще все упало. Помните, как он их призывает? Следуй за мной. Помните, следуй за мной. Или одним он сказал, следуй за мной, и я сделаю вас ловцами человека. Он сразу ставил перед ними определенные духовные такие цели важные. Спасибо. И делатели или служители, которые были в дальнейшем, в результате его служения появятся, это для него была цель. Вы понимаете, каждый раз, когда мы видим работу Иисуса Христа с ними, это всегда происходит в контексте вот этих вот, каких-то небольших, таких семейных, домашних встреч. И однажды мы встречаем Иисуса Христа в доме какого-то человека, предлежащего к тогдашней мафии. Кстати, вот интересно, Леня будет услышать об этом. То есть там люди, как бы коррупционная прослойка населения тогдашнего. Это были мытари, эти рэкетиры, можно сказать, своего народа. И он там, в сердцевине этих всех событий, находясь, смог привносить туда Евангелие. Другой момент, мы видим его в элите тогдашнего общества, в доме одного из фарисеев. Мы видим, как он там, не боясь совершенно, очень дерзновенно показывает ему на его недостатки гостеприимства, показывает ему на недостатки его богословия и благочестия, находясь в доме у этого человека. Вы знаете, это очень важный момент для нас, чтобы мы понимали, Христос всегда привносил смысл в те ситуации, в которых он оказывался. И нам с вами нужно это увидеть. И чтобы очень быстро пробежать, еще раз увидеть, какой был замысел или стратегия у Иисуса Христа в работе с людьми, мы с вами взглянем на такую вот интересную схему. Она многим из вас наверняка известна. Начинается все в мире. Когда Христос пришел в этот мир, он благовествовал, он нес Евангелие, благую весть о спасении грешным людям. И в результате этого появлялись вот те самые новообращенные, о которых я уже упомянул. Но на этом не останавливалось благовестие Иисуса Христа, на этом не останавливалась его работа. Если бы достаточно было просто провозгласить сейчас везде, что Христос спаситель мира, то мы это уже давно сто раз сделали. Сегодня телевидение, интернет и все остальные средства массовой информации нам помогут. Но это не конец благовестия. С новообращенным человеком нужно работать. И Христос демонстрирует своей жизнью работу и неравнодушие к тем, которые его приняли. Он утверждает их в основах. И опять-таки вернемся к Нагорной проповеди. Это проповедь, которая помогает нам с вами увидеть основы христианства и основы христианской жизни и практики. И здесь мы с вами можем увидеть, какие основы. Да я просто некогда мне говорить сейчас об этом. И в результате такой работы появляется ученик Иисуса Христа. Ученик это тот, который уже непосредственно подчинил свою жизнь господину своей жизни. То есть учителю своему. В данном случае Иисусу Христу. И это тоже еще не концовочка. Потому что этот ученик нам нужен как служитель, как тот, кто будет что-то делать. Как делатель. И его нужно еще подготовить к труду. Маленький пример для того, чтобы я отдохнул от разговора. Вопрос вам. Можете привести мне пример, как Христос готовил к труду учеников своих? Евангельский пример желательно. Да, вот Оксана. Да, помните, посылал их по двое. Но как этот процесс проходил? Вы помните, как это начиналось, как это продолжалось и как это заканчивалось? С чего началось все? С теорией. Правильно. Ну, давайте просто подробно. Это важный момент очень для нас будет сейчас. Потому что мы к этому подойдем, когда будем говорить о контексте группы домашней. Первое, что он делает, он указывает на нужду. Он говорит, посмотрите на что? На окружающий мир. Посмотрите на нивы. Да, так было дело. Эти нивы очень сильно побелели. Это что значит? Они готовы к тому, чтобы собирать с них урожай. И дальше он говорит, вы увидели эту нужду, теперь молите господина жатвы, чтобы выслал кого? Делателей. Вот нам нужны делатели сейчас. У нас есть ученики уже Иисуса Христа, у нас есть последователи. Делателей пока нет. Он говорит, молите, чтобы он выслал делателей на жатву свою. И ученики, как послушные ученики Иисуса Христа, они, естественно, молятся. Я уверен, что каждый из них помолился одной, как минимум, молитвой. Они даже не понимали, что молитва это очень опасная. В каком смысле? Начинается следующая глава, угадайте, кто идет на работу. В ответ на эту молитву. Эти самые ученики, которые молились. И это здорово. Почему? Потому что в этот момент начинается практика жизни. Да, теоретизировали они, как ты сказал правильно, с теорией все началось, но началась практика, и они ушли по двое. И там такая группа разношерстная. Мне сегодня понравилось, мы общались сегодня в церкви, вот здесь у вас когда приехали, за кружкой чая, и один брат сказал, мне нравится в церкви, благая весть, то, что здесь очень много абсолютно разных людей, которые каким-то странным образом уживаются. Но это чудо Божье, правда, мы же такие разные. Вот поставь нас в обыкновенном контексте неверующей жизни Москвы, да мы бы, наверное, друг другу, наверное, устроили много проблем. А здесь все совсем по-другому. Это чудо. Я, вы знаете, когда смотрю на 12 апостолов Иисуса Христа, а когда он посылал по двое, там было больше людей, там было 70, на самом деле, учеников, которых они посылали. То я смотрю, они были настолько разные. Вы можете себе представить, в одной и той же малой группе у Иисуса Христа были два врага друг к другу. Это Матфей, который был сборщиком налогов, мытарем, да, по контексту и севангельскому судить. А второй был, помните, такой был Симон Зелот? Помните такого? Так вот, Зелот это тот, который был революционером против этого римского ига, и самым главным врагом этого Зелота и предателем в его глазах был именно вот этот самый мытарь. И они оказываются в одной малой группе у Иисуса Христа, в команде Иисуса Христа. У меня нету никаких доказательств, но есть четкое внутреннее такое духовное убеждение, что когда Иисус Христос посылал по двое, эти двое ходили вместе. Потому что Бог совершает удивительные чудеса, когда Он нас собирает в команду в одну, в церковь. Происходит чудо, преображение человека. Сегодня мы слышали прекрасное свидетельство об этом. И это происходило на протяжении всех этих веков, когда Евангелие пробивало эти бреши. Неверие пробивало эти бреши нашей распущенности, развязности и давало нам новую жизнь. И вот, когда они пошли по двое и вернулись, на этом все закончилось. Христос, все классно, мы сделали работу, нам там все повинуются, мы там всех, кого надо, исцеляем, они радуются. И тут урок продолжается. Он говорит, не тому радуйтесь. Радуйтесь, что ваши имена записаны на небесах. Вы знаете, вот этот момент очень важный. Христос не только послал их, не только выполнил с помощью них какую-то работу, но когда они вернулись, Он дал им оценку, провел анализ этой работы, и с того момента они стали опытными делателями. Вот каким образом происходила подготовка к труду. Это очень кратко. Нам некогда сейчас погружаться в глубину. Но смотрите, что интересно. Вот этот цикл, который мы сейчас увидели, начиная из неверующего человека, живущего в мире, проходя через этапно обращенного ученика и делателя, мы с вами замыкаем этим самым делателем, потому что это будет повторяться во всех тех, которых Христос приобрел для себя. И я думаю, что каждый из вас прекрасно помнит историю церкви и помнит, как это все происходило. Когда Христос был распят и Он вознесся на небеса, в этот момент многие недумевали, как же будет дальше работа продолжаться. Книжники и фарисеи так те вообще руки потирали. Все, мы с ним разделались, у нас больше проблемы нет. Каково же было их удивление, что буквально в течение считанных недель весь Иерусалим был наполнен учением Иисуса Христа. Как вы думаете, это произошло? Без участия интернета и социальных сетей, без участия транспортных средств, таких как любимое Игорем метро, без участия каких-то проплаченных политических партий и так далее и тому подобное. Как это все произошло, что целый город, центр тогдашнего иудейского мира, израильского мира, да и вообще в принципе достаточно серьезный центр мира в тот момент, как это произошло, что весь Иерусалим был наполнен вестью об Иисусе Христе. Были подготовлены в контексте малых вот этих вот групп люди, способные принимать участие и в евангелизации, и в подготовке учеников, и в наставлении делателей к труду. Это то, что они сделали. Они просто взяли и повторили полностью контекст жизни Иисуса Христа. И теперь мы с вами зададим себе несколько вопросов. Вопросы очень простые, они чисто для возбуждения внутреннего такого смысла, может быть, ревности какой-то в вас. Первый вопрос такой. Провожу ли я ежедневное личное время с Богом? Это был контекст жизни Иисуса Христа. Каждый день он начинал общение с Небесным Отцом. Иногда мы удивляемся, как он не идет по логике человеческой, а идет совершенно по какой-то другой логике. Нам было невдомек, когда мы читали Евангелие, может быть, некоторым, что он руководим был мыслями Отца, а не своими мыслями. Я помню момент, по-моему, в Евангелии от Марка, в первой главе, по-моему, записан, что приходят к нему ученики, говорят, он молится, а они к нему приходят. Там опять город весь собрался, там толпа, там сейчас рвем мы пенку, пойдем. А он говорит, нет, мы пойдем в ближнее селение, потому что я туда призван идти. Кто ему сказал, что нужно идти не туда, где популярно сейчас все, а там, где еще есть нужда? Откуда он эту информацию взял? Из личного общения со своим Отцом. Есть ли у нас сегодня от вас, у нас с вами четко вот это понимание, что Господь хочет от тебя и меня? Это очень важный вопрос. Без личного общения и времени с Богом это невозможно. Второй момент, который я увижу у Иисуса Христа, у него есть наставник. Он постоянно обращается к Отцу за той мудростью, которую ему нужно совершать в делах, воплощаемых в его жизни. Он говорит, моя пища есть творить волю пославшего меня Отца. Он не боится смириться, он не боится при всем своем, при всех своих возможностях и при всей той силе, которую он обладал, он смирил себя, он уничижил себя самого, быв послушен даже до смерти крестный, написано, да? И это принесло ему дальнейшим успехом. У него был реально тот, кто его наставлял. Третий вопрос. Кто мой ученик? Есть ли тот, на которого ты влияешь? Есть ли тот, которому ты помогаешь расти? Есть ли тот, которому ты помогаешь нести служение? Есть ли тот, которого ты инвестируешь в свою жизнь? Это очень важный вопрос. Потому что, если ты этого не делаешь, ты на тебе заблокировался, застопорился вот тот цикл ученичества, который Христос хочет видеть в жизни каждого из нас. Ну и последний вопрос. Веду ли я изучение Библии с неверующими? Или несу ли я благую весть людям? Вы знаете, я в своей жизни нашел такой очень интересный, как мне кажется, способ благовестия, и очень простой. Этот способ благовестия заключается в том, что я приглашаю друзей или каких-то неверующих знакомых своих просто к себе домой. И в разговоре за чашкой чая мы касаемся Библии и начинаем ее читать. Вы знаете, очень редко в моей жизни было, когда люди отказывались это делать, категорически отказывались. Таких было, может быть, на одной руке пальцев достаточно вполне за всю жизнь. Очень много людей сегодня готовы и интересуются Писанием, готовы читать ее. Поэтому этот вопрос, который я задал здесь, я просто хотел, чтобы вы увидели, это было в сердце Христа всегда. Он всегда думал о том, как он может быть в ответы на эти вопросы полезен Богу. И вот что же такое церковь? Церковь – это надежда Христа на то, что все это будет продолжаться. И вот если мы с вами возьмем церковь, то если мы будем брать очень много функций церквей, они у нас в голове все застопорят все, и мы ничего не будем помнить. Поэтому есть очень такой интересный признак или правило. Нужно, чтобы было чего-то не больше трех. И вот однажды, это пример такой, в администрации президента одного, был задан вопрос. Как так получается, господин президент, что у вас всякий раз, когда какое-то событие происходит в стране, ваши чиновники, которые вам помогают работать, где бы они не давали интервью, всегда говорят в унисон одно и то же. Но любые вопросы, которые им задают, они всегда повторяют одно и то же, говорят. И никто из них не расходится в информации. Делай очную ставку, сажай их по отдельности, они всегда говорят одно и то же и всегда согласны друг с другом. Как так получается? И тогда этот помощник президента сказал следующие слова. У меня очень простой принцип. Каждый раз, когда происходит какое-то событие, мы собираемся всем нашим аппаратом и задаем себе вопрос. Какие возможные вопросы могут поступить от журналистов? И мы составляем список этих вопросов. А дальше мы говорим, какие три самые главные вещи мы хотели бы, чтобы журналисты услышали в ответ на то, что мы делаем. Таким образом, мы будем доносить одну правильную, ну, как сказать, честную информацию о событии. И они создавали себе этот момент. И они создавали себе ответ на этот вопрос и ставили этот ответ вокруг определенного треугольника. Я хочу сегодня, извините, вот этот, может быть, такой мирской принцип, и кому-то это, может быть, сильно не понравится, но я хочу сегодня просто для наглядности применить к церкви. Вот если мы говорим церковь, если мы говорим организм Иисуса Христа, который занимается благовестием, служением, помогая людям узнавать о Христе, прославлять Бога, какие три основных функции церкви мы бы с вами могли бы поставить для того, чтобы запомнить их просто на простом треугольнике? Три главных задачи, которые занимается церковь на земле. Есть такие? Личное взаимоотношение с Богом. Так, личное взаимоотношение с Богом, отлично. Первое. Берем. Я думаю, что Сергей Васильевич прав. Еще одно есть? Или все? Личное взаимоотношение с Богом – это одно единственное, треугольник нам не нужен. Точка. Наставничество и благовестие. Наставничество и благовестие. Спасибо, Игорь. Ну, тут нечестно немножко получается слышать из твоих уст. Ты как понимаешь все это уже. Вы посмотрите, мы берем сейчас три этих вещи. Личное взаимоотношение с Богом, моя личная жизнь, мое послушание Ему. Я это назвал немножко по-другому, но я думаю, здесь созвучно получится. Это то, как мы славим Бога. Это прославление Бога нашего. Вторая тема – это благовестие. А третья тема – это ученичество, наставничество. Тут уже неважно, как вы назовете. В данном случае это имеет место быть заменяемым. Так дальше, что было? А дальше сказал этот президент. Он говорит, что из этих трех вещей, которые мы выбирали, всегда было одно, всегда это правило. Одно, которое является важным, а вторые два этому помогают. Как вы думаете, какие из этих трех составляющих церкви, какая из этих трех составляющих церкви является важной, самой важной, главной, а вторые, как бы две, будут двумя подпорками или двумя составляющими этой важной. Есть уже какие-то догадки? Да. Прославление Бога заключается в том, что каждый из нас будет благовествовать, то есть делать Бога известным в неверующем мире и помогать верующим братьям и сестрам расти духовно, ну и самому, естественно, в этом принимать участие. Эти две составляющие помогут достигнуть главного результата. Мы принесем славу Богу на земле. И вот посмотрите, как это происходит. Главная, основная составляющая – это будет то, что пробивать будет брешь. Второе – благовестие и наставничество, ученичество – это то, на что Христос себя тоже посвящал. И этим Он достиг вот этого результата преображения всего мира. Говорят, что за первый век христианской эры Евангелием были достигнуты такие отдаленные участки, как Япония и Китай. Сейчас находят раскопки археологические первого века христианских церквей в Японии и в Китае. Вы можете себе представить? Это для того времени, когда, опять-таки, повторюсь, ни транспорта, ничего не было, это грандиозное достижение. Я думаю, что эта стрела, она достигла реального плода для Царства Божьего. И сегодня вопрос заключается в чем? Какова же цель церкви? Какова цель каждого из нас? Я так понимаю, если отсюда судить, то получается так – славить Бога посредством обретения, формирования учеников, то есть это благовестие, через благовестие и наставничество. То есть мы достигаем плод, плод для Бога, таким образом его славим. И вот как эту задачу выполняла новозаветняя церковь? Если мы посмотрим главный текст, который, я думаю, все вы прекрасно знаете, это «Деянием апостолов», 2 глава 42-47, то здесь есть несколько интересных составляющих. Я их выделил, которые сегодня нам важны будут для размышления. Постоянно они, то есть вот эта новозаветняя церковь, пребывали в четырех вещах. Вы помните, да? Учение апостолов, общение, преломление хлеба и молитва. И это было то, чем церковь жила в духовном смысле, развиваясь. Они находились в здравом учении, то есть это очень было важно. Они находились в постоянном общении друг с другом, то есть для них это тоже было важно, что они часть чего-то большого, как семья. Они находились в преломлении хлеба, подтверждая тем причастность ко Христу и к его жертве. И последнее, это они находились в молитвах, то есть они общались с Богом. Это было реально для каждого из них. И дальше, если мы с вами читаем, 46 стих. «И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу, веселье и простоте сердца». И 47 стих неудивительно совершенно. «Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». И там чуть-чуть раньше про народ сказано, что они находились в любви у всего народа. Посмотрите, какая гармония наполняла первые дни церкви. Да? Кто-то еще не может сказать, а давайте просто займемся домашним группами. Зачем вот это время здесь тратим? Давайте просто вот в контексте дома там немножко, там чай, там атмосфера неформальная, там вот этот галстук, который все время куда-то пытается сдвинуться, и не надо одевать. Там все так просто. Но посмотрите, что в жизни Иисуса Христа храм всегда имел место. Там написано, что Он приходил в храм как? По обыкновению. В жизни церкви первой, мы с вами видим, каждый день они были в храме. Храм – это было место важное для того, чтобы видеть всю, так скажем, вот эту растущую массу людей, которые поклоняются Христу. Но и каждый день они уделяли время для того, чтобы иметь общение в доме, по домам. Поэтому смотрите, и храм, и домашние группы – это не противопоставляющие друг другу моменты. Это то, что должно поддерживать служение церкви. И вот последний вопрос, который мы сейчас вот здесь зададим, и дальше уже двинемся непосредственно к выводам. Как вы думаете, в храме церковь начиналась, или в храме был больше все-таки как бы результат работы церкви? Вот как вам кажется, если мы читаем Новый Завет? В храме начиналось все, вот в плане, например, неделя. В храме начиналась неделя жизни церкви, или в храме неделя жизни церкви заканчивалась? Вот как это у вас? Вот мы сейчас с вами находимся в доме молитвы, да? Это храм новозаветний, да? Именно в смысле таком, физическом. Вот у вас сейчас начинается неделя, вот вы сейчас сюда пришли, или она у вас сейчас здесь заканчивается? Заканчивается, завтра на работу. Завтра все, недели не будет, завтра работа. Понедельник день тяжелый. Так вот, закончилась она у вас или началась? Это очень интересно. Я себе этот вопрос задал, и он не праздный. Потому что многие из нас приходят в церковь, в дом молитвы, как, знаете, вот уже сдувшиеся такие вот воздушные шары. Они приходят уже на последнем издохе, как бы, знаете, им бы кое-как дотянуться до розетки, только включить компрессор, чтобы их опять надуло. Понимаете? И вот на неделю они пошли сдуваться опять. И вот он пришел опять в церковь, его опять надуло. И вот так вот каждый раз. Мне показалось, это неправильно. То есть жизнь на подсосе, как бы, да? Ты едешь все время, у тебя бензина в баке нет. Я представляю себе, читая Новый Завет и читая вот жизнь Новозаветной Церкви, я представляю себе всем все по-другому. У них жизнь кипела в течение недели. Постоянное общение по домам, постоянная встреча с неерующими людьми, постоянное свидетельство окружающему миру о том, что христиане, они достойные люди. Что Христос действительно жив и он сегодня вот эту свою жизнь доказывает через оставленных им людей. И потом, представьте себе, вот накопив этот багаж благословенных встреч, благовестия, может быть, даже какой-то момент переживания, какого-то гонения, все вместе, собираясь в последний день недели в храме, они переживали апогей этой радости. Согласны? Мне кажется, это лучше, чем вот это вот. Это намного лучше. Почему? Потому что так Бог задумал. Каждый день Господь прилагал спасаемых церквей и каждую неделю, собираясь в храме, они видели, как церковь растет. И это приносило им еще больше вдохновения для того, чтобы трудиться в течение недели. Но труд основной проходил в обыкновенном, сиюминутном, домашнем, бытовом, таком ежедневном контексте. И вот вопрос второй и последний может быть для вас вот именно в этой опять теме. Где проходит богослужение у вас? Ну вот где вот ваше богослужение проходит конкретно у каждого из вас? Должно быть в сердце. В сердце? Это слишком абстрактно. У кого-то в желудке проходит. Я сказал, должно быть. Должно быть в сердце. Брат, ну я согласен, я может быть не совсем мысль твою понял, она наверное более глубокая, чем я думаю. Дело в том, что есть два места для богослужения на самом деле. И они не связаны с телом моим, вот непосредственно сейчас даже, хотя это тоже очень важно, чтобы внутреннее благочестие было и поклонение Богу постоянное. Есть место опять-таки контекст храма и контекст не в храме, там за пределами его. У нас часто происходит так, ты куда? Я в церковь на богослужение. Два часа богослужения, галочка поставлена, и дальше богослужение закончилось. На самом деле все должно быть наоборот. Здесь богослужение должно заканчиваться, а там оно должно начинаться. И вот если так будет происходить, тогда вы поймете, что вот контекст этой малой группы, о которой мы сейчас говорим, он архиважен, архи необходим, и без него просто невозможно. Если я не открываю свой дом для Христа, тогда богослужение быть не может. Если я не открыт для работы с людьми в более узком контексте, чем просто большая толпа людей, славящих Бога, то работы по достижению человека быть не может. Это очень важный момент. И мне хотелось бы сейчас привести вам семь причин, буквально так, очень кратко и быстро, потому что я чувствую по времени, может мы не успеть, семь причин, по которым вам следует присоединиться к домашней группе, если вы еще до сих пор этого не сделали. И в рамках этих размышлений каждый из вас увидит для себя какое-то наверняка зерно. Первый момент. Это слово Божье. Первая причина. В слове Божьем мы с вами будем лучше ориентироваться, если будем иметь больше, чем два часа общения в неделю. Правда? И вот сегодня извини, извини, пожалуйста, сестра, но я тебя сегодня пример буду приводить до конца уже в своей проповеди, в своего размышления, потому что она все, что надо было мне сказать, она сказала, только умела сделать это намного короче. Слава Богу. Действительно, вот там ты начинаешь затачивать свои знания Библии. Там ты начинаешь получать способность говорить Евангелие. То есть мы часто здесь слушаем просто, а там мы научаемся выражать то, что мы слышим. Это очень важный момент. Ведь многие из нас просто боятся благовестовать, потому что чувствуют какую-то свою косность языка. Там мы можем вслух читать Библию как минимум, там мы можем вслух выражать свои мысли, там мы можем вслух подискутировать и вместе потом вслух помолиться и порадоваться за то, как Бог нас благословил. А если там в этот момент еще был человек, который только-только начинает шаги свои первые в изучении Писания, так мы еще и ему поможем. Посмотрите, сколько много интересных событий может произойти. И понимаете, что производит домашняя группа? Она Библию перекладывает на практику жизни. И в домашней группе незаметным образом для тебя и для каждого из нас, находящихся там, происходят три очень важные вещи. Ты получаешь знание библейское, получаешь очень важную здравую информацию об учении Иисуса Христа, учение апостолов. Помните, в чем пребывала церковь? Это непосредственно исходит из Писания. То есть здравое богословие, здравое учение. Второй момент, ты получаешь навык благовестия, навык говорения Евангелия, навык провозглашения Евангелия. И этот навык это практика твоего служения. Ты взаимодействуешь с людьми. Ты, может быть, не столько даже говоришь, сколько делаешь. Ты увидел, какая-то сестра или брат, приходящий на малую группу, имеет какую-то нужду. И ты поучаствовал в этом. Это практика твоего служения. И вы смотрите, как очень важно. Знать и делать это как два рельса, по которым идет поезд. Но вы знаете, есть один интересный такой нюанс, что поезд, если просто поставить рельсы ни на чем, поезд утонет на этих рельсах. Обязательно должно быть что-то, что поддерживает эти рельсы. Так вот, причина успеха вашего и поддержания на плаву вашего поезда или на ходу вашего поезда будет ваш характер. Характер Христа. Нигде так Бог не смиряет нас, как на малой группе. В общем, в большой церкви легко смиряться. Сел себе куда-нибудь сзади там, а еще лучше, если у вас нет балкона, это благословение на самом деле. У вас лестница есть. А, лестница. Я смотрю, да, там самые духовные у вас сидят. Андрей, привет. Вот. То есть, идея в чем? Кстати, это правильно, когда Андрей туда садится, не дает другим никому садиться. Вы понимаете, в малой группе ты трешься с людьми очень плотно и близко. Это как в семейной жизни. Знаете, вот первые семейные дни, они вроде бы как какая-то эйфория, потом эйфория проходит, мы начинаем понимать. Слушай, это обыкновенный человек оказался. Да. Жена моя так подумала наверняка обо мне. И ты начинаешь притираться. И вот тут начинается практическая любовь. Тут любовь, провозглашаемая нами. Да, мы говорим, мы любим всех. Братья и сестры, вы хорошо сделали, что пришли, я вас всех очень люблю. И сейчас всем захотелось, чтобы я это доказал. Так вот, доказать я это смогу только там, в контексте этой малой группы. Когда мы с вами соберемся, я проявлю любовь о сестре, у которой, предположим, какая-то там случилась беда или проблема. А брате, который заболел, я его посетил. Вот она, вот она любовь. И вот это вот, как раз, зависит от того, какой у меня характер. Умею ли я смиряться пред Богом? Умею ли я себя подставлять под удары каких-то, может быть, неприятностей, каких-то вызовов, которые мне бросает жизнь? Это очень важный момент. Но пока это только первая причина. Слово Божие будет вас менять на малой группе. Но их еще шесть причин присоединиться. Так что давайте будем уже добивать эту тему до конца. Вторая причина. Ты по-настоящему начнешь себя чувствовать частью Божьей семьи. Трудно почувствовать себя частью семьи, когда ты приходишь в церковь, где там сто человек даже уже. Потому что, ну, трудно. Ну, сто человек еще можно знать. Там, может быть, есть даже больше церковь. Но все равно это такой контекст больше формальный. Я помню, в моей жизни было такое хорошее переживание, для меня очень вдохновляющее, но вот именно момент, что я не стал частью, я почувствовал. Я приехал в церковь, которая находится в городе Харьков. Может быть, кто-то знает эту церковь. Это церковь такая центральная, на Ярославской там есть. Это большая церковь, но тут в момент, по-моему, когда я там был, там было больше двух тысяч человек, членов. Я почувствовал себя частью чего-то грандиозного и мощного. Но в то же самое время я не почувствовал себя частью. Понимаете, вот такая противоречивая была у меня внутри, противоречивое такое размышление. Я понял, что, да, есть очень много людей, славящих Бога, но вот личного контакта в такой большой церкви трудно очень получить. В малой группе ты будешь чувствовать себя частью. Ты не пришел, а тебе кто-то подумал, тебе позвонил, тебя посетили. Кто-то не пришел, у тебя внутри кошки скребутся. Ты хочешь позвонить, посетить и спросить. Вы связаны воедино более тесным, более сильным и мощным образом. Третья причина. Молитва станет более значимой. Почему? Потому что, когда мы молимся вот так корпоративно, вам понятно это слово, да, вместе, в таком большом контексте, это все, оно, конечно, тоже может вдохновить, но оно зачастую может просто быть элементом отмалчивания. Я отмолчался, потому что брат молится красивее. И так действительно на самом деле. Правда? Нам понравилось, как он помолился. И почему я должен в следующий раз тут что-то там из себя корежить, если у него это получается лучше? В малой группе не получится отсидеться. В малой группе ты раскрываешься пред Богом. Твоя молитва звучит, может быть, корявым языком, но она искренняя. Если у тебя есть переживание, оно, как правило, высветится. Некоторые люди этого боятся, но опять-таки это зависит все от характера. И там характер будет формироваться. В следующий момент. У тебя появится возможность лучше справляться со стрессом и переживаниями. Вы знаете, есть такие люди, которые вот ровно делают наоборот. написано в Писании, если кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным. А есть люди, которые делают ровно наоборот. Они приходят в церковь, они садятся в дальний угол, у них какое-то горе наверняка в жизни происходит, и они всем своим видом показывают, что никому до них нет дела. Бывало такое в вашей жизни? У нас в церкви такие люди есть. Мне очень часто больно за таких людей. Но в контексте опять-таки большого такого собрания, как правило, до них ты не успеваешь дойти, пока они уже ушли. Ты стоишь на кафедре, ты видишь, там человек сидит, у него есть переживания, тебе страстно, хочется с ним встретиться. Но пока заканчивается служение, и пока ты пробираешься сквозь ряды людей, он уже ушел. В малой группе этого произойти просто не может, потому что там все как на ладони, и все переживания не сразу же видны. Мы носим времена друг друга, мы справляемся вместе с какими-то переживаниями и исполняем А этот закон как называется? Всемирную тяготень кто-то сказал, да? Ну такой закон тоже появляется, особенно среди молодежи. Но мы о другом сейчас говорим. Закон Христов закон любви, да? И эта любовь опять-таки повторимся практически. Пятая причина. У тебя появится естественный способ поделиться Евангелием с родственниками, друзьями, сослуживцами. Вот если нам с вами раньше казалось, как нужно Евангелием делиться? Нужно обязательно пригласить человека в церковь. И как много у нас это получилось? Вот те из вас, кто в церкви как минимум несколько лет, они знают, что это самый неэффективный способ привести человека на богослужение. Ну, на праздник можно привести, представить церковь, он тут может быть вместе с нами порадуются. Но когда он придет в следующий раз, он не увидит этого праздника, потому что стандартное богослужение уже не будет таким фееричным. А вот увидеть ту глубину, которую на самом деле дает нам Христос, он не сможет. Потому что, опять-таки, не было реального четкого прикосновения. И хорошо, если этот человек и брат, как у нашей сестры, более настойчив, и он будет его еще приглашать, и еще, и еще, и еще. А если нет, если он так просто как бы для себя уже согласился с тем, что он выполнил свою работу, что будет с этим человеком? Он сформирует мнение о церкви, что там до него никому нет дела. В малой группе, когда появляется человек неверующий, вот мои друзья мне не дадут соврать, у нас меняется полностью контекст работы. Мы даже, когда изучаем Писание, у нас любой текст Библии заканчивается Евангелием. Вот иногда просто удивляешься, как вообще Евангелие можно было вплести, но оно вплетается. Бог так делает, понимаете, потому что всегда, когда есть человек нуждающийся в благой вести, он обязательно слышит это Евангелие. Поэтому в малой группе это просто делается и непринужденно. Еще одна причина, ты сможешь выработать в себе лидерские качества, которых ранее не подозревал. Кому не нравится слово лидерские, скажем, качество служителя. Кому не нравится качество служителя, просто назовем вас делателями. Но в малой группе у тебя появляется больше возможностей высвободить свои духовные дары. помочь действительно людям практически. Кто-то из вас, возможно, человек, которого Бог положит на сердце, молится о конкретных каких-то нужных конкретных ваших друзей в группе. Кто-то из вас, возможно, начнет посещать людей на дому. Кто-то из вас, возможно, станет более часто практиковать благовестие, такое неформальное благовестие. И так далее, и так далее, и так далее. Все это происходит в контексте малой группы. Ну и последний момент, ну это как бы он такой же больше провозглашающий что-то, но он тоже очень важный. Ты можешь стать настоящим новозавительным христианином в контексте малой группы. Почему? Потому что так становились христианами все люди на протяжении двух тысяч лет. И если сейчас кто-то из вас, например, захочет провести исследование, я, как правило, угадываю, как правило, угадываю. В большинстве случаев, если мы сейчас зададим вопрос, кто в каком контексте услышал о Христе и покаялся, то, как правило, это происходило не в большой толпе церкви. Да, публичное покаяние было у многих из нас, но вот именно момент встречи со Христом, момент, когда ты получил от Бога второе рождение, он происходил, как правило, где-то в контексте какого-то маленького общения, либо дома, либо в той же самой церкви, но только в момент, когда собиралась какая-то группа. В моей жизни это было в общении с несколькими пасторами в моей церкви, когда мы общались и глубокая информация, которую изучал на основании Нового Завета, так у меня же меня коснулась, что я понял, что без Христа жизни нет. И этот момент я очень четко помню. А вот как совершалось публичное моё покаяние, я вот сейчас о деталях не расскажу. Но тот момент, когда я принял Христа и получил спасение, я точно помню. И каждый из вас наверняка тоже. Если сегодня мы будем говорить о том, нужны ли там какие-то большие благовестия и евангелизации, да, нужны. В этот момент, может быть, человек впервые услышит о Христе. Нужно ли собираться в храме? Важна ли церковь? Да. Очень важно, чтобы мы здесь собирались и вдохновляли друг друга на эту работу. Но давайте засучим рукава сегодня и скажем, основная работа будет совершаться там. И пусть она совершается вот в этом самом контексте, которое Бог каждому из нас подарил. У каждого из нас есть возможность одного, двух, трех человек привести в контекст этой малой группы и там говорить о Боге. Вместе поклоняться Ему, вместе Его славить. Когда в моей церкви заработали малые группы, у нас начали регулярно совершаться крещения в церкви. У нас был момент, когда в церкви не было долгое время вообще крещений. И мы с братьями молились, и мы поняли, что нужно проводить занятия по изучению Библии. Сейчас в нашей церкви порядка, я не ошибусь, 16 групп домашних, разных. Одни группы более молитвенные, другие группы больше по изучению Писания. Некоторые группы такого более специфического толка, это группы созависимых людей, у которых есть родственники, страдающие различными формами зависимости. Но все эти группы, они имеют очень хороший эффект. Эти люди держатся за эту группу и получают там духовную пищу в течение недели, духовную поддержку и сами могут участвовать в жизни кого-то. И вы знаете, вот есть одна группа, которую мы создали самой первой, еще, наверное, в 98-й или 99-й год первая группа появилась. Она у нас группа служителей. Эта группа растет постоянно. И у меня сейчас одна проблема уже возникает. Я уже в течение некоторого времени не могу эту группу поделить. Я уже говорю, нам нужно разделить эту группу минимум на три. Потому что я верю, что вот до 10 человек эта группа нормальная. Уже больше 10, это много. И вот сейчас у нас ходит порядка 21-22 человека. Я не могу эту группу разделить. Очень люди срослись. Настолько сильно они взаимодействуют. Это сильно влияет на церковь и так далее. Но мы сегодня бросаем уже вывозов перед ними, чтобы они делали три группы из этой одной. Это благословение на самом деле. Я думаю, что сегодня каждый из вас это благословение может легко испытать на себе. Просто нужно этому уделить время, довериться Богу и порадоваться плодам и результатам. И мне кажется, уже пора сказать аминь. 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 Продолжение следует...